Это универсальный формат, меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте! И вместе со всей бригадой выпуска я приветствую всех, кто сейчас дома. Русские никогда не сдаются, и как бы не было тяжело. Один в поле воин, но если он русский, то вместе мы огромная сила. Вот примерно такие вещи утверждают участники организации, которые сегодня у нас в студии. Это русские пробежки, организованные силами честных людей, неофициальное патриотическое движение, направленное на пропаганду здорового образа жизни и спорта среди русского народа. Ну, на основе собственного примера. Ну, а сейчас знакомьтесь, пожалуйста, как раз с представителями этой организации. У нас в гостях Денис Неверов и Анна Неверова, рядом со мной Владимир Жердев и еще у нас в гостях Анастасия Федотова. Я не исказила смысл ваших лозунгов, надеюсь? В целом, как бы это не наши лозунги, но как бы это нам очень близко, это близко нашему духу. Лозунги у нас немножко другие, они больше о здоровом образе жизни. Вот, ну а вот как бы здоровый патриотизм, он присутствует в нашем движении, мы его включаем в здоровый образ жизни. То есть об этом мы тоже говорим и за это ратуем, так сказать. А не есть у вас эти лозунги? Может, сейчас так навскидку, ну, пару-тройку, что вы сканируете, когда проводите свои мероприятия? Ну, наверное, кричать, не знаю, не кричать. Ну, можно не кричать, можно... Русский значит трезвый, это наш первый лозунг, как бы это одна из, как бы, ключевых, как бы, один из ключевых моментов, как бы, для чего мы есть вообще. То есть с этого начинается патриотизм, мы считаем, в современное время, в то время, когда, как бы, очень большое количество людей наших, сограждан, они, как бы, подвержены вот этому влиянию алкогольной, как бы, можно сказать, войны против нашего народа. Вот, мы, как бы, раскусили планы врагов, так сказать, и действуем позитивно, как бы, даем альтернативу вот этому, пропагандируем здорового образа жизни среди людей. Вот, и русский значит трезвый, с этого все начинается, а дальше трезвая Россия станет великой. Вот, кто... Проверяем остальных участников, еще, Володь. Русь сильна богатырями, а не водка с дураками, отзыв идет. О, как. Например, такое есть у нас. Слышен гул по всей отчизне за здоровый образ жизни. Вот, также, поскольку пробежки проходят, помимо России, в 130 городах России, Украины, Белоруссии, и еще в многих других государствах, ближнего, зарубежнего и даже дальнего, даже в Евросоюзе, в Лиссабоне, вот, ну, прежде всего, это Россия, Украина и Белоруссия. Есть такая кричалка, как «Единая Русь, Россия, Украина, Белорусь». То есть она буквально в каждом городе, и ребята... А в Европе тоже это кричат? Ну, в Европе не знаю, вот, но вообще вот в Лиссабоне, допустим, в Португалии, бегают ребята, как бы, ну, выходцы из России, из Украины. Они там вместе живут, вместе организовывают русские пробежки. И они не делят газ, продукты питания и так далее. Они вообще ничего не делят, они объединены, наверное, в духовной составляющей. Давайте сейчас будем пропитываться атмосферой русских пробежек. У нас есть небольшой ролик, который, наверное, даст нашим зрителям представление о том, кто вы, что вы. Редактор субтитров А.Семкин Ну, вот такое вот маленькое видео для того, чтобы мы смогли с вами понять, что происходит на мероприятиях русских пробежек. Более длинное название, ну, будем сегодня вот так вот, да, русские пробежки называть? Ну, да, Международное патриотическое движение за здоровый образ жизни, русские пробежки, город Самара. Ну, а коль скоро патриотическое, то очевидно, и там, где все это находится, все патриоты именно своей страны. То есть украинцы за Украину, белорусы за Белоруссию. Ну, тут сложно говорить за каждого, но вообще идеология такая, как бы ребята, с кем мы общаемся, общаемся мы через интернет и вживую же общаемся. Вот в Украине, в Крыму проходит фестиваль, такой замечательный фреш-фест. Вот, там собиралось очень много активных людей, кто пропагандирует здоровый образ жизни, как из русских пробежек, так и с других движений. Вот, в целом, ребята пропитаны, как бы, духом такого, что все мы, патриоты нашей общей родины духовной, у нее, наверное, как бы, и эта родина, она не разделяется границами. Планета Земля, да? Ну, непонятно, Земля, но как минимум наша историческая Россия, то есть Русь. Вот, то есть, у многих, так, родственники живут в Украине, там, в Белоруссии и прочее. Очень у многих, на самом деле, у этих границ, конечно. Очень у многих, да, поэтому, на самом деле, все верят искренне, то, что когда-нибудь, все-таки, решаться эти какие-то, там, может быть, споры у кого-то, там, нам, простому народу, делить-то нечего, у нас нет друг другу, долгов, ничего. Мы очень уважаем друг друга. Да, газа у нас личного и нет. Да, поэтому, а сама идеология движения, она как раз-таки способствует тому, чтобы, вот, объединить исторический русский народ, русскую цивилизацию в едино. То есть, вот, мы, как бы, это, как бы, является такой, одной из наших... Вот вам не надо искать, получается, национальную идею, она у вас есть. Вот наша национальная идея такая, да, как бы, получается. Давайте будем дарить подарки зрителям. Дорогие друзья, у нас есть сегодня, конечно же, подарки для вас. Это два билета на спектакль по дороге в сказку. Я думаю, очень здорово будет сходить с детьми 12 октября в АДО. И вопрос мы придумали с ребятами на и простейший, конечно же, про здоровый образ жизни. В каком месяце отмечается Всероссийский день физкультурника? Здесь 12 вариантов ответов, поэтому мы вам их не пишем. Выбирайте какой-нибудь один, звоните к нам, 202-11-22. Заговорили про детей. Сразу вопрос. Вижу и по видео, и по участникам сегодняшней программы, что у нас молодежь преимущественно превалирует в организации. Но берете ли с собой малышню? Привлекаете ли каким-то образом детей? Смотрю сразу на Настю, потому что знаю, что мама, да? Да, конечно. У меня ребенок, сын 4 года. Всегда, чаще всего беру его с собой на мероприятие. Он очень любит русские пробежки, пропагандирует их в садике. Да, то есть он устраивает там детские пробежки. Он устраивает там пробежки, да, отжимается благодаря нашим мальчикам, которые показывают достойный пример детям. И хотелось бы, конечно, видеть на наших мероприятиях не только молодых парней и девушек, но также более взрослых, более зрелых, с семьями, с детьми. На нашем предыдущем мероприятии, в воскресенье, тоже были детки. И мы организовали для них веселые старты, чтобы было не скучно. А у нас есть звонок, между прочим. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Дозвонился к нам кто? Ольга. Ольга, скажите, вы как относитесь к здоровому образу жизни? Конечно, положительно. А что-нибудь для этого делаете? Что я делаю? Зарядку хотя бы по утрам. А, ну зарядку это да. Ну вот видите. Ясно. Оль, в каком месяце отмечается День физкультурника в России? Ну это, конечно, август. Конечно, август. А еще поточнее можете сказать? Ну где-то в середине числа 10-го, 12-го. Отлично. Поздравляем вас. Вы с ребенком идете, конечно же, на спектакль «По дороге в сказку». За эфиром оставляет свои координаты. И спасибо, что вы с нами. Володь, мы сейчас заговорили о том, что хорошо бы было бы, если бы люди постарше присоединялись к вам. Они присоединяются? Вообще есть такие примеры? Бывают. На самом деле не так уж и мало. То есть периодически, конечно, очень многие. Потому что работа, семьи, опять же, постоянно нет возможности ходить. Но есть и пары человек, которые постоянно ходят. У нас есть целая семья, где ходит глава семейства, отец взрослый, его уже довольно взрослый сын, то есть и дочь его, то есть целая семья ходит. И внуки. Еще и внуки, да. То есть, да, как бы... Ну жаль, что прям вот нет их здесь. К сожалению, нету, да. То есть не успели как бы, то есть, как бы организовать. То есть люди работают, учатся, то есть кто помладше. Вот. Смогли быть таким составом здесь. Но тем не менее, все-таки вот людей пожилых... А каков возраст самого, не хочу говорить, пожилого, не знаю, какой самый большой возраст, вот кто участвовал в ваших мероприятиях? Ну вот в нашем городе, я точно не помню, сколько лет, но, наверное, около 50-60. Угу. Около 60-60, да. А в других городах, я знаю пример, когда на русскую пробежку 9 мая пришел ветеран Великой Отечественной войны, вместе с ребятами, с орденами, с медалями, они отжимались. Вот. То есть даже такие примеры были. Молодцы. Они, я думаю, фору кому угодно дадут ветеранам, на самом деле. А, Владимир, что привлекло вас в организацию? Ну, скажем так, мой путь к здоровому образу жизни начался еще, конечно, задолго до пробежек. В детском саду? Нет, не в детском саду. Если быть точным, на 21-й день рождения. Угу. Вот. Сейчас мне 25 уже, то есть вот так вот. А там что-то случилось? Почему именно с такой вот? Да нет, просто вот именно вот на следующий день просто как-то пришел... Выбросил сигареты? Нет, я, кстати, да, курил 4 года. Курить я бросил вообще за год до этого. Вот. Просто в какой-то момент я понял, что мне это не нужно. Это бессмысленно, в конце концов, элементарно. Ну, а потом постепенно, как это, изучал этот вопрос. Ты с удивлением обнаружил, что среди своего тогдашнего окружения я остался один. А вот, а я думала, наоборот, много кому это не нужно. Нет, нет, как раз нет. У меня такой круг общения в тот момент был, что там без вариантов был. Ну, практически без вариантов. Ну, так вот прошло где-то года полтора, потом появились русские пробежки. Но я о них узнал где-то в марте или в апреле, наверное, 2011 года. Ну, в тот момент я еще работал по выходным, потом вообще на двух работах. То есть не мог ходить и присматривался попутно. Потом с одной работы ушел, наконец-то. Вот. И появилась возможность ходить постоянно. Первая пробежка, на которую я попал, она была, это вот было 9 октября, как раз с 2011 года, когда, по-моему, 350 человек тогда пришло, да? Вот. Как прошло? Язык на плечо? Тут закололы? Нет, нет, нет. Я человек, на самом деле, физически подготовленный. Мне вообще не проблема. Я сейчас добавлю, что Вова сейчас является одним из активных участников в оргсоставе пробежек. И вот ролик, который мы сейчас смотрели, это вот его рук дело. У нас много таких вот ребят, которые... Все ролики, допустим, вообще все мер... Кто что умеет, тот такую лепту и приносит в организацию. Первый лозунг, который, Денис, вы нам тут заявили про трезвость. У нас есть еще маленький кусочек видео вашего с мероприятия, который, по-моему, называется «Трезвая Россия». Давайте сначала посмотрим, потом расскажете, что это такое было. Как давно я здесь не был, упаду на траву, Гляну в ясное небо и пойму, что живу. Небо в колокол грянет и польет проливной. Я бегу в свое детство, летний дождик за мной. Мы живем на отцовской земле Внуки с ворога, славные дети И летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия Это поле пахали селенина сыны Землю водам мешали от войны до войны Воин было немало, выпадало сыном Землю кровью мешали, чтобы вольно жить нам Мы живем на отцовской земле Так хочется туда на песочек, когда тепло, Волга теплая Что это такое было за мероприятие? Это фестиваль, он проходил уже второй раз, второй год подряд Фестиваль «Трезвая Россия» проводится под Тольятти Организаторами русских пробежек, тольяттинцами Костя Суслов, очень активный парень Большая ему благодарность Мы всем, чем можем, помогаем В каждом городе ребята ведут свою деятельность В том числе в Тольятти появился этот фестиваль Что-то там прям в глаза какие-то драки бесконечные бросились Драк, на самом деле, там не было ни одной Там была очень задорная, добрая атмосфера Такая семейная, можно сказать Задача фестиваля – это пропаганда здорового образа жизни И в том числе такой фестиваль, то есть людям давать альтернативу То есть очень много фестивалей, всяких рок-концертов Не хочется, конечно, против рокеров ничего плохого говорить Но именно многие мероприятия, не только рокерские, а прочие В принципе, очень многие люди проводят непотребно Там пивные фестивали всякие Но у вас на входе милиция не проверяла, несете ли вы с собой алкоголь? Ну туда никто его и не нес На самом деле была служба охраны То есть в случае, если кто-то приехал бы И плохо себя вел бы, наверное Ну, естественно, это и процесс То есть вызвали милицию, просили бы удалиться В целом туда ехали с семьями Туда ехали с разных городов, на самом деле Тоже за тысячи километров То есть собралось там около 500 человек Была очень насыщенная культурная программа То, что мы видели, это как раз-таки часть Там были народные игры наши Очень много каких-то традиций именно старых русских И именно традиционных, да То есть шибкая стенка на стенку, когда сталкивались То есть казачий вар, так называемый Более такие, как бы просто игры Там ручеек, то есть учились танцем Водили хороводы Ну, на самом деле много всего даже, наверное Очень-очень там ремешки всякие выставлялись Денис, вот красивая девушка Аня Которая рядом с вами сидит Я так уже, наверное, зрители все догадались Фамилия одна, муж и жена, значит, да Не связали ли вас случайно именно пробежки Либо вы где-то каким-то другим способом познакомились Ну, познакомились мы именно как раз-таки на пробежках Вот, да, Анюта пришла уже как бы через год Так, Денис, вы узурпировали власть Ну-ка, Аня, рассказывайте Ну, рассказывать так вот В картине четко я, наверное, не могу предоставить Но, ну, пришла на пробежки И просто обратили внимание друг на друга Вот, и через год у нас свадьбу вот сыграли Недавно у нас было венчание Вот И теперь у нас семья Полноценная Ну, на самом деле, да То есть, пришла на пробежки не из-за меня И я как бы Вообще долго-долго до друга присматриваюсь На самом деле у нас как бы многие ребята То есть нет такого, что вот мы В том числе пропагандируемая нравственность То есть, если ребят То есть, если ухаживаете за девушкой, то ухаживаете А такие случаи вообще часты у вас? Уже, на самом деле На самом деле, мы не первые Да, у нас уже третья семья Да, вот И еще планируется, да У нас вот прям на пробежке Поподробнее об этом расскажем Да, ну, наш один активный участок Сделал предложение своей Я надеюсь, мы сегодня его увидим в студии По крайней мере, мы их ждем Вот, и мы как бы Недавно сыграли свадьбу Тут буквально в сентябре 22-го У нас было венчание на площади Славы В храме Георгия Попедоносца Мы позвали туда всех своих друзей Всех, то есть пробежек То есть вот то, что мы сейчас видели на экране Это все было Ну, там около 100 человек Вот, да, у нас были угощения в народном стиле Но вы венчались не в футболках Нет, нет, мы венчались очень как бы Как положено Ань, а вот эти мероприятия Они достаточно для того, чтобы проверить Подходите ли вы друг к другу Вот вы говорите, что год присматривались Конечно, ведь это ведь не только спортивные мероприятия Где физическая подготовка проверяется Но и культурные Когда мы посещаем музеи Просматриваем фильмы совместно с ребятами Вот Выезд на природу Происходит общение То есть Ну почему нет, да? Да, конечно Володь, вы еще девушку присмотрели себе или уже есть? Пока в поиске В поиске Ну ничего, все впереди Все впереди Ну совсем недавно мы все знаем Мы видели рекламу У вас прошло грандиозное мероприятие 6 октября, да? В этом мероприятии сколько участвовало? Около 400 Нам в этом году не уж чем повезло с погодой Да, уж совсем не повезло вам с погодой Несмотря на то, что ушел снег Было плюс один, по-моему У нас приехали ребята По порядку с 20 городов Ехали с разных уголков нашей родины То есть даже с Томска, с Муромска Все, кто здесь есть, вы все участвовали? Настя, без ребенка бегали? К сожалению, да Потому что он приболел немножко Холодновато будет Если бы не приболел Ну давайте сейчас будем смотреть все-таки сюжет с этого события И мы ждем в студии здесь еще новых гостей Самарским пробежкам третий год По традиции осенью физкультурники наматывают круги по периметру парка Гагарина На этот раз 5 километров бежало более 300 человек Со всей России От Калининграда до Камчатки Выплюс этот яйр дух Зарядиться энергией, так сказать Ну и провести время с пользой То есть показать окружающим, как можно веселиться Отдыхать без алкоголя, без табака К нам очень приходят много родителей с детьми Любители пробежек, хоть народ и занятой Но на физкультуру время находят Хотя бы пару часов по выходным Иногда пробежать здоровые километры приезжают в другие города Мы собираем на такие мероприятия, на русские пробежки По 300 и больше человек У нас молодежный город студенческий, 8 университетов Каждый пятый у нас в городе студент В городе всего 560 тысяч проживает У нас бегают от вот таких, то есть маленьких, 11 лет, до профессоров и доцентов университетов Сюда приходят не только посоревноваться в скорости На разминке состязаются в силе перетягиваний каната и храбрости Потешные бои стенка на стенку Все замечательно, погода как в Мурманске, комфортно Замечательно, куча вокруг светлого, теплого народа Веселимся, отдыхаем Некоторые из тех, кто сегодня бежит за здоровьем от инфаркта Вчера прожигали жизнь в ночных клубах и кабаках Нужно что-то новое, что-то такое, что цепляет людей за душу То есть люди сидят по кухням, да, общаются Но чтобы выйти, сделать дела какие-то, да То это, думаю, новый виток И это люди поддерживают молодежное направление, которое поддерживает от малой до велика То есть люди с разными политическими взглядами, религиозными взглядами И также разных социальных возрастных групп То есть у нас присутствуют как и бизнесмены, так и обычные рабочие Один раз просто сел, подумал, огляделся И я понял, что я не хочу так жить Хочу все-таки жить более интересно, более увлекательно Это здоровье жизни больше дает, позитива больше, чем посиделки за пивом или еще где-то Тут не только идет физическое развитие, тут идет интеллектуальное развитие То есть общение, коммуникация, развивается человек в целом, как и духовно, так и морально То есть он понимает, что истинно ценно, а что подменено и подложено То есть сделано как неистинные ценности, которые не имеют ничего общего с саморазвитием Зарядкой и марафоном на улице физкультурники не ограничиваются Они приходят в школы и университеты с лекциями о здоровом образе жизни Единомышленники со всей России и ближнего зарубежья делятся своим опытом привлечения в российскую элиту здоровых и успешных Это универсальный формат Сегодня мы говорим про международное патриотическое движение Ой, правильно сказала, да? Международное, ведь, конечно же Русские пробежки Рядом со мной остался Денис Неверов Собственно, самарский руководитель организации И знакомьтесь, пожалуйста, к нам пришли сегодня еще Андрей Унямин, Юлия Ермишко И пришел к нам Павел Губанов, которого, собственно, просто, наверное, с особым удовольствием представляю Потому что Паша член нашего коллектива, самар и ГИС, наш компьютерный гений Человек, которого, наверное, мы больше всего достаем своими глупыми вопросами Потому что вечно у нас ломаются компьютеры и так далее Ну вот, много всего сказала Сейчас только что посмотрели мы мероприятие, которое прошло совсем недавно В прошлые выходные, да, правильно, Денис? Да, что? В прошлые выходные Ну, собственно говоря, не заметили мы, что было всем плохо От того, что холодно и шел снег и так далее Как-то все равно у вас это... Ну, как видите, все здоровы Потому что дух был очень силен наш И это не позволило никому заболеть Именно дух не позволил заболеть? Ну, в том числе и спорт Ну, еще горячий чай русской печи с коврижками нам помог Вот, ну и как бы именно активные дети Мы уже не на месте стояли, как холодно У нас хороводы, игры различные Но сама пробежка, она очень согревает Вот, плюс дух наш, да Денис, а вот самое массовое мероприятие из тех, что уже прошли здесь в Самаре Сколько привлекало людей? Сколько вас больше всего? Ну, около 700 человек у нас провели пробежку такую же Это мероприятие называлось общерусская пробежка Мы как-то так ее назвали То есть мы собрали Именно к нам ехали с разных городов То есть чтобы провести эту пробежку Они проводятся в разных городах И здесь мы собрали всех организаторов Конечно, не все участники приехали Именно большая часть организаторов приехала к нам Вот, в том году мы проводили такое же подобное мероприятие Тоже было около 20 городов У нас было побольше Потому что наших самарских, видимо, ребят пришло больше Потому что было тепло Вот смотрите, не сочтите за провокацию За какую-то по поводу русских пробежек Но на самом деле у нас сейчас во всех российских городах Очень много жителей азиатских, кавказских республик и так далее Вот если вдруг на ваши русские пробежки придет кто-то из них А может быть такие случаи уже были Все же могут участвовать или как? Ну, участвовать могут все Главное, чтобы понимали и разделяли суть и формат движения То есть русский народ – это народ, который образовал эту страну Без русского народа не было этой страны Ну, то есть нужно все-таки разделять Русский народ объединяет Да, но нужно просто разделять правила здорового образа жизни, правильно? И не важно, какой ты национальности человек Главное, действительно То есть, во-первых, никто никого не проверяет То есть человек пришел, он, значит, захотел прийти Он либо друг нам, либо что-то замышляет То есть вы не скажете «давай, до свидания»? Да никому, мы вообще никому никогда не говорим «давай, до свидания» Таких случаев, в принципе, не было Наверное, если человек придет и сделает что-то плохое То есть, ну, наверное, все это увидят Там всегда у нас ходят везде полицейские Мы просим товарища полицейского Ну, это просто общественный порядок нарушил там или что-то Полицейские-то не бегают с вами? Бегают, кстати За вами? По долгой службе положено просто Потому что, как бы, нас много И мне уже приходится охранять общественный порядок Нас охранять Ну, такая работа у них На набережной бегали Это я помню Снимали на камеру и бежали вместе с нами Ну, мы уже сделали анонс небольшой вашего события Которое случилось 6 октября Юль, это было неожиданно? Или это ожидалось, что Андрей сделал предложение? Да, правильно я говорю? Именно 6, после пробежек или во время Как это было? Или вы бежали рядом И он сказал Юля, стань моей женой Нет, это было очень интересно Когда все стали в строй Перед пробежкой была речь Каждого из организаторов другого города Наших организаторов речь И тогда просто сказали Андрей, ты что-то хотел нам сказать Подойдешь? Он подошел Ты ожидала в этот момент? Нет, я не ожидала Но у меня что-то уже закрадывалось в голове То, что что-то не то Вот И Андрей начал речь И у меня все Состояние аффекта Я ничего не помню Звук падающего тела Да Нет Я в оморок не упала Вот У меня был большой шок Я сразу в слезы Счастье, счастье Какое-то Вот Очень было неожиданно Очень приятно Оказалось то, что Мои лучшие друзья и подруги об этом знали То, что произойдет такое событие Все приехали на пробежку Вот Для меня это было очень неожиданно То есть это только для тебя был сюрприз А все остальные были предупредительны? Да, ну не все, но близкие были в курсе Андрей, а почему именно вот таким образом ты решил это сделать? В 2011 году, 9 октября, я первый раз пришел на русскую пробежку Это была большая пробежка Мы тогда собрали 370 человек примерно Она проходила на ладье у нас И в первый же день со мной Мы бежали в строй, да, по 5 человек там И рядом со мной оказалась Юля Мы познакомились, пообщались Пусть над Денисом меня не обижается Второй раз я пришел на пробежку Нет, я второй раз пришел на пробежку Вот просто, чтобы увидеться Ну зацепил и пришел увидеться Ради нее, на меня Денис Хороший система, почему нет? А Юли нет, он пришел, Юли нет Юли нет, а я пришел на 3-й Нет, он дальше пришел Вот на 3-й или на 4-й пробежке Она появилась наконец-то И Ну собственно 2 года прошло Знакомство Ну срок вполне достаточный, да? Я тоже считаю, что вполне достаточный Ребята, ну мы вас поздравляем Вообще здорово, очень приятное такое событие Спасибо большое Паш, я знаю, что ты человек у нас Абсолютно приверженец здорового образа жизни Что ты купаешься зимой, летом, весной и так далее Ты вегетарианец А вот это потому, что ты в русских пробежках? Или наоборот Что тебе дает эта организация? Ну начну с того, что я первый раз пробежался с ними Как раз 1 января, что собственно Значимо, потому что 1 января, как правило В это время все Начало нового Так страдают Вот в начало года Болеют А меня пригласил друг Вот, сначала я как-то скептически отнес Посмотрел группу Было много очень разных вопросов Вот, на которых я, к сожалению, на тот момент не имел ответа Вот, но все-таки решил Обязательно к ним прийти Пришел Пробежался Мне это просто жутко понравилось Вот, и на самом деле в моей жизни Это дал Вот эта пробежка Им начало Дало Очень важный такой жизненный толчок Вот, и мои, в принципе, убеждения По поводу здорового образа жизни И в общем Мировоззрение Они более укрепились Вот И самое главное То, что те вопросы, которые у меня имелись Их На них дал ответ, собственно, один из организаторов русских пробежек А, вот так вот, да Да Интересно То есть, если кто-то приходит Если у кого-то есть какие-то вопросы Вот, организатор Да не только организатор А просто ребята ближайшие Они всегда подробно объяснят Вот Поэтому, если есть какие-то вопросы Не нужно что-то кого-то спрашивать Ругаться Просто нужно прийти И все Если не понравится Никто никогда держать не будет Всегда можно уйти Да, почему бы, собственно говоря, и не попробовать Тем более, что для желающих Информацию в интернете найти несложно Конечно В поисковике набрать русские пробежки И, собственно, на вас все это и выйдет И давайте еще кусочек видео посмотрим Такой достаточно зажигательный И, насколько я понимаю Это результат вашего вот того Как я провел лето Будем называть это видео Как я провел лето Субтитры сделал DimaTorzok 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 В Крыму Такая зарядка проходила каждое утро На протяжении этого фестиваля Там около недели На нее собирался весь лагерь Там около 300-400 человек И вот каждое утро они проводили Такую зарядку А здесь у нас в Самаре По поводу подобных мероприятий В Самаре мы такие мероприятия проводили На трезвой России Пока мы с такой инициативой выступали Вот к нашей администрации Пока ждем ответа На самом деле мы всегда готовы Бесплатно как бы Все это организовывать Проводить Как бы Вот наверное там Пока решается вопрос Но пока в Самаре Никто этого не делает Ну на самом деле у нас вот По утрам была йога В парках летом Знаю ребята из организации Которые тоже частным образом Так вот Собирались что-то делали То есть это востребовано Собственно давайте уже Ну да Я думаю что мы обязательно Это организуем Мы как бы это хотим Хотя мы проводим такие зарядки В рамках наших пробежек Вот все лето Мы бегаем по набережной Практически каждую неделю У нас собираются около ста человек В принципе такие зарядки у нас есть Ну нужно не забывать Что у нас есть пробежки по району Это каждый район Кто живет в нем Собираются друзья, ребята И так же бегают Занимаются в компании По будням А еще проясните пожалуйста Что это женская команда Мужская команда Вы как-то там подразделяете? Ну мужской команды у нас нет У нас есть женская команда Есть в принципе Как русские пробежки Ну женская команда Была организована с целью Отделить девушек от парней Так как у парней Более сильная физическая подготовка Наверное у них Более серьезные упражнения На которые девушки Ну не все могут тянуть И поэтому мы решили создать Как бы отдельную женскую команду Женские тренировки по будням То есть у нас раз в неделю Проводить тренировки Вот Есть же так же лесные тренировки На них и парни Девушки занимаются все вместе То есть вот у нас была Йога То есть у нас так же проводится бег Также зарядка Тренировки Играем в волейбол вместе Вот с девушками У вас все там такие красивые Подтянутые девушки? Да, все Абсолютно все Вот так же мы с девушками Устраиваем мероприятие Плетение кос То есть как правильно плести косы Ходим вместе на выставки В музеи То есть вот такие вот Ну то есть начинается все со спорта А на самом деле все дальше Да, дальше Как вот Настя говорила И детские мероприятия И так далее Да, так и есть Вы знаете, вот Не идет прямо из головы У меня вот это видео Которое сейчас Зажигательное Про зарядку видели Вот вы много рассказываете И мы много посмотрели Но мне кажется Что было бы правильно И грамотно Если бы мы сейчас Вот что-то еще и сделали Но я не знаю Как насчет вот бегать Здесь по кругу Может быть смысла нет Но если вы не против Давайте, может быть Мы сейчас пригласим Наших зрителей Которые у экранов Присоединиться к нам Немного взбодриться Можете, Денис Нам вот на нашем примере Как-то какую-нибудь Небольшую зарядочку Здесь устроить Это возможно? Ребята, вы как? Да, конечно Давайте тогда Сейчас просто Готовимся к этому Снимаем микрофоны Тоже заснимаем Да, мы с Юлей Снимаем каблуки, наверное Только нам нужно будет Отодвинуть Диваны Диваны, да Ради здорового образа жизни Можно и... Почему бы и нет? Да Да нет, мы проведем Обычную нашу Как бы один из Начальных элементов Нашей зарядки Да, кстати, мы приглашаем Всех зрителей Поучаствовать в зарядке Завите их к экрану Своих детей Вот, все вместе Сейчас дружно В принципе Поехали Несколько упражнений Которые не меняются Наверное, на протяжении Ста лет уже Которые 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 Упражнений 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Закончили упражнение Можно теперь Повороты головы В левую и правую сторону Упражнение в левую сторону Делать начинай 1 2 3 4 5 6 7 8 Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закончили упражнение. Руки на уровне груди. Рыбки руками с поворотом лучше вправо и в левую сторону. Упражнение в левую сторону делать начинай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили упражнение. Руки можно поставить перед собой, оставить. Разомнем локтевые суставы, вращение в локтях вперед и назад по восемь раз. Упражнение вперед делать начинай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вперед. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Закончили упражнение. Правая рука вверху, левая внизу. Руки руками упражнение делать начинай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Руки руками упражнение.